Факен Мексикан, мазафаку! Факен Мексикан, мазафаку! Кстати, я проехал всю Америку с рюкзаком от Novotour. Novotour.ru проверено на себе. Всем привет, меня зовут Дмитрий Дмитриев, это очередная серия моего путешествия по США за 80 долларов. Я уже проехал весь путь от восточного побережья до юга США и по югу добрался до западного. В прошлой серии я покинул Феникс, штат Аризона, и отправился в Калифорнию. Первая остановка – Лос-Анджелес, где меня встретил Денис Хмелёв, который тоже ведёт свой блог на YouTube. У него на канале есть большое интервью со мной, где я подробно рассказываю об этом путешествии, а также просто лайв-видео о нашей встрече. Я оставлю ссылки на его канал и на эти ролики в описании к данному видео. Обязательно загляните туда, у Дениса очень качественный блог, да и сам он, как оказалось, отличный человек. Но сделайте это только после просмотра этой серии, окей? Ну что, добро пожаловать в Лос-Анджелес, приятного просмотра! Денис Хмелёв, привет! Это ваша подруга. Ааа, Лос-Анджелес, в нём же тепло и солнечно. Я думаю, почему Марго такая голая пошла? Очень жарко. Последние несколько дней такая жара стоит. До этого лили дожди. Ты в курсе, тут вообще что творилось? Денис сейчас переключился, он стал говорить по-другому. Прям как ведущий сразу. Были дожди? Были капец какие дожди. Дожди. Какие дожди. А мы идём по Аллее Славы, ребят, потому что мы где? В Голливуде. Что здесь у нас? Джерри Херман. Джерри, Джерри Херман. А вообще мы идём есть, не знаю, говорил об этом или нет. Мы идём в буфет, и там можно есть всё подряд. А Денис не взял с собой камеру, потому что считает, что мы выглядели бы как дураки. Мы были оба с камерами, поэтому он предоставил мне эту возможность. Серьёзно, вы живёте прямо на Аллее Славы? Буквально, опять, мы прошли двух шагов. Ну и слава богу, что мы не живём на Аллее Славы рядом с ним, потому что здесь обычно мы все живём. Знаешь, как стрёмно тут жить? Нет. Тебе надо, например, попасть в метро утром ранним, ну или там ближе к обеду и дальше туда, там где самые туристические места, там всё просто в людях, вот так как в сардинах. Ты просто опаздываешь, потому что ты не можешь через них быстро пробиться. Назад местных тут можно увидеть по кислым минерам, знаете? Ну туристы, они ходят так, что раскрыто вот там, а местные идут прям, звереют такие. Вообще никого нет. А знаете, почему Денис в очках? О, вау, ребята, мы в Вегасе просто. Она рвётся! Пошла, давай! Давай! Я хотела рассказать интересный момент, когда я сюда приехала, ну, злой. Мы с Денисом вечером пошли гулять, и он мне говорит, ну как тебе Аллее Звёзд? Я говорю, какая? Он, кажется, уже минут 20 он полезет, вообще я даже не поняла. Я-то привыкла, что видно там всё, огоньки, краски, всё ярко так, вау, вау. А вы днём ходили, да? Вечером? Тогда и дело, понимаешь, что, ну, должна была быть какая-то подсветка, по-моему. Вообще, да, она не впечатляет особо. Мы не будем бесплатно брать еду, потому что что? Её нужно готовить! Какой кошмар! Ну, вообще, там надо ещё зарегистрироваться, оставить свои данные, и дадай, и дадай, и потом ещё ждать, ждать, ждать. Можно на еду реально не тратить, ну, если ты, там, не гурман, огромный. А мы идём вообще, знаете, куда, чтобы поесть? Мы идём на Санта-Моника. Самое ближайшее местечко. Да, и мы идём уже, друзья, чтобы вы понимали, где минут 10-15. Я же хотел плей посмотреть. Ребята, пока я тут, короче, тупо рублюсь в God of War 3, Денис там делает как будто магию. Смотрите, это вообще, я такого в своей жизни никогда не видел. Здесь всё круто, понимаете? Свет, микрофон, камера, кресла идеальные, даже свет назад светит. Небольшой летсплейчик вам покажу сейчас по God of War 3. Так, ребята, все покинули эту квартиру, и мы с Денисом садимся вот в такой импровизированной студии. Офигеть, Дэн, просто это шикарно. Смотрите, как весь круто. Вот, мы садимся, да, ещё вот здесь будет свет, будут микрофоны, короче, всё будет прям вообще профи. Я такой с маленькой губрошечкой. Куда мне? Вот так вот. Вот, Денис стесняется, надевает шапку. Вот, смотрите, смотрите. Только в шапку. Шапка и головной убор – это гениальное решение. Никогда не надо париться, что у тебя на башке. Я выключаюсь тогда, ребята, там потом... Денис на канале всё посмотрит. Смотрите, смотрите, тут ещё есть, ребята. Мы сейчас с Денисом записали интервью, вот, и записали потом ещё тизер, где я про это интервью говорю. А теперь я записываю просто так то, что вы увидите намного позже, когда я всё это смонтирую. Вот, и я сейчас, пока Денис здесь ходит, я буду придумывать вопросы ему и задавать. Денис, скажи, пожалуйста. Да. Почему ты живёшь в Л.А.? Почему я приехал сюда, в принципе? Именно в этот город остался тут жить. Мне тут не очень нравится, я не очень хочу здесь жить, поэтому трудно сказать, почему я тут до сих пор живу. Я ещё не определился с местом, куда хочу свалить, наверное, поэтому. А приехал именно сюда, потому что тут были знакомы. Ну да, просто так чехлить на другой континент, ну, жутковато, а когда ты уже кого-то знаешь, ну, тогда уже проще. Денис из Хабаровска. Хабаровск, всем огромный пример, огромный привет. Привет, Хабаровск. Да, ты скучаешь? Нет. Горькая, ну, горькая, или не знаю, или не горькая, но правда, как бы, о том, как люди скучают или не скучают. Я, например, скучаю периодически, а вот Денис нет. Ну, конечно, я скучаю по снегу, я там скучаю, прежде всего, по людям скучаешь. По местам, не так много времени прошло, чтобы скучать. Ты как-то так сел, вообще, капец, ты как-то прям лёг туда под стол. Я так задвинулся туда. Офигеть. Денис. Да. Как научиться так же круто монтировать, как и ты? А, нужно устроиться в какую-нибудь продакшн-студию и проработать там лет... год хотя бы. Ну, я просто опыта набрался на бывшей работе. А расскажи, что за работа у тебя, что ты делал в Хабаровске? Я работал в продакшн-студии, которая занималась производством видеопродукций различной. Сначала это были даже свадьбы и телепроекты, а потом ушли полностью в телевидение. И вот там вот натаскался. Я ничего не заканчивал, просто учили старшие товарищи. Ребята, кто из вас в Америке вдруг это смотрит? Я понимаю, что я выгляжу очень сексуально, но тем не менее, сейчас тут серьёзная речь. Если вам нужен клёвый человек, который делает клёвый монтаж, то я вам на него показываю. Потому что Днис реально очень адекватный парень такой, и у него очень клёвый монтаж. Мне очень нравится. Из всего, что я видел на ютюбе, это очень крутой монтаж, правда. Дэнер, скажи, была ли какая-нибудь здесь с тобой ситуация в Лос-Анджелесе? Всё, конец вопроса. Ну, бывали ситуации, да. Ну, не так, чтобы очень, но если в целом, то, наверное. Хотя конкретно нет. Не расскажешь чё-нибудь, какую-нибудь ситуацию? Ну, что ты имеешь в виду? Какой был вопрос, такой был. Ты просыпаешься в полиэтиленовом пакете, учишь, понимаешь, что ты в железной коробке, да, где-то. Такое бывало? В холодильнике, нет. Нет. Ну, а какая-нибудь ситуация была? Жопа? Да, ну, а какая-нибудь жопа. Не страшная, но вот это была жопа. Ну, что-нибудь такое. Когда мы только приехали, мы решили с румейткой, с которой я тогда жил, отправиться в Икею и купить мебель. Мы шли по GPS, где ближайшая Икея, но у меня тогда не было ещё мобильного телефона. Я дома от Wi-Fi, к которому подконнектился, к какому-то бесплатному, где одно деление вот так вот, короче, мигало. Я простроил маршрут, наделал скриншотов и понял, как ехать. И мы туда уехали. Мы там шопились очень долго, сделали заказ, всё. Ну, мелкие вещи нам отдали в две такие большие сумки, вот как ты видел, мы бельё сейчас пускаем в ландре. Ну, и, короче, возвращаемся назад, выходим, Икея за нашими спинами, она так 9 вечера, закрывается на лопату, охранник нам делает ручкой. И я понимаю, что назад маршрут не такой, как сюда. А у меня Wi-Fi нет больше. Мы подошли, ну, Америка, слава богу, подошли к ближайшему кафе, я законнектился, простроил обратный маршрут, мы поехали. Но я немного путался ещё, якобы никогда GPS-ом не приходилось пользоваться раньше. На автобусах добирались. О, май гад. Мы оттуда, ну, отсюда, с Голливуда, доехали до Икеи, которая обербанка на двух автобусах. Это было просто. А назад мы сели в автобус и поехали сначала не в ту сторону. Мы доехали до конечной через несколько остановок. Нам водитель говорит, вы типа не в ту сторону, но вы сидите. Я сейчас всё равно назад поеду, сидите уже. Мы поехали. И я тогда вообще не представлял, как определять остановку. Я знаю, что мы в Голливуде живём, и нам нужен Голливуд. И я смотрю, а тут же как? Ну, тут говорят, например, тут же улицы многокилометровые. И тут говорят, остановка там Голливуд-Лабре. Престящее. Голливуд там вестерн, Голливуд то-то, да. Я не знал, что сначала обязательно говорят название этой улицы, по которой двигается автобус. А потом говорят улицу, на пересечении с которой останавливается автобус. Это и есть остановка. Я смотрю Голливуд, ну и там же написано, я говорю, Ира, Голливуд, Голливуд, блядь. Мы срываемся, вот так вот выбегаем, автобус уходит, и мы понимаем, что мы стоим во тьме вообще, тараханье, ничего, ни света не горит, ни хрена. Мы звоним знакомому, говорю, Максим, посмотри, где мы. Он говорит, найдите мне адрес. Мы нашли адрес, сумки тяжеленные. Говорим ему, вот. Он говорит, черный район. Мы такие вообще, ну, я сейчас понимаю, что он припугнул нас, на самом деле, не так страшно все было. И он нас довел до метро. А, мы шли какое-то время, долго-долго, и потом до остановки шли. Потом я смотрю, я это автобус. Мы его, блядь, вот так, хе-хе-хе, как с ней летаем у острова. Нас остановились, короче, приняли нас. Мы поехали, доехали до метро, сели в метро и поехали. И в итоге уже, видимо, переутомляемость или что была. И я понимаю, что мы уехали, короче, из... Надо было проехать одну остановку в одну сторону, а я вместо этого поехал в другую. Короче, уехали вообще в другую сторону, в даунтаун, вместо Голливуда, в которой надо было одну остановку проехать. Выходим и стоим злые уже, ждем поезд назад. Тут подходит служитель метро и говорит, ну, знаете, сегодня больше поездов в Голливуд не будет. Мы с этими сонками. Он говорит, ну, вы можете доехать на автобусе. Мы вышли, метро за нами, как же жизнь закрылась. Мы пошли искать автобус, а потом нам, мы увидели такси, которое разворачивалось, там, начали, там, что-то там махать ему. И тут чувак, афроамериканец, увидел просто так зычно, так, свистнул, грибнул такси. Он подъехал, и я ему сказал спасибо. А мы приехали домой, знаешь, во сколько? Ну. В три часа ночи. Это к тому, что, ребят, в ЛА нужна машина. Если, конечно, вы не Денис, потому что у Дениса, Дениса полтора года еще живет. Вот, Денис. Да. Как ты, блядь, живешь уже полтора года здесь без машины? Ну, можно жить без машины. Расскажи, как? Например, ну, у меня работа дома, да? Я выбираюсь, когда куда-то надо ехать, я еду с друзьями, например. Ну, а так, просто положение мое, у меня нет работы удаленной, мне не надо на нее ехать. Но машина нужна, Дима абсолютно правильно говорит. Я в этом много раз в видео говорил. В ЛА без машины делать нефиг, потому что общественный транспорт тут развит очень слабо. И там ездят, ну, очень неприятные социальные элементы. И зачастую утром едешь и видишь, как какая-нибудь черная женщина ругает мексиканцев, латиносов. О чем? Она просто сидит вот так вот, короче. Фак, мексикан, мазфаку, я уфа, фак, мексикан, фар, фак. И слышал только мексикан, фак, 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 мексикан. Это капец, мексиканцы такие сидят, такие обычные, короче, на нее смотрят. И ты один русский такой, белый, не в теме. Да, а там на самом деле белые, кроме иностранцев, там не ездят в автобусы. Да, да. А есть только мексиканцы и афро-мексиканцы. Мы как-то ехали с этими, с группой детей, когда я был в ЛАИ, мы тогда ехали. И мы сходили пошопиться, короче, на шопинг. И девочки такие, знаешь, накупили себе всякие там Victoria's Secret пакеты у них, какие-то, знаешь, такие, ну, такие всякие дорогие, короче, бренды. И мы едем в автобусе. В обычном? Да. Офигенно. И мы, короче, сели такие, и мы сидим, еще места, которые сами у входа, которые для инвалидов. И какая-то женщина такая проходит, и что-то она сказала такое, что-то, типа, girls, типа, very cheap. Или что-то такое, ну, я не знаю, что означало это very cheap. Дешевки. Да, типа, как-то так, вот. И я понял, что мы, наверное, совсем не вписываемся в этот антураж автобуса с этими огромными пакетами с этого шопинга, с этого плаза, там, чего-чего. Ну, нормально, доехали и не переживали, вот. У меня ЛАИ очень залипательный. Я буквально здесь только никуда. Мы сегодня сходили поесть, походили по этому району. Мне, честно говоря, даже никуда не хочется идти. Если вас интересует ЛАИ, я здесь ссылку поставлю где-нибудь. Идите, смотрите, там видео. Я целых три недели снимал тогда в ЛАИ. Там куча видео. Реально, очень куча. Очень, почему-то мало просмотров. Так что идите, смотрите, лучше туда. Там про ЛАИ вообще всё просто. И там у меня ещё длинные волосы есть, кстати. Вот, ну, кому важны. Не знаю. Кому важны волосы, Дима, а не то, что он рассказывает. А ещё, кстати, смотрите, здесь есть ещё вот. Вот я могу так сделать, смотрите. Я бы подарил тебе, я вижу, тебе очень нравится. Нет, я куда их засуну, ты что? Куда я потащу такие вещи? Не знаю, спать в спальник засунешь тоже, будет удобно. Удобно и весело. Вот, ребята. Да, надо просто сейчас идти, потому что будешь с теми. Ты снимаешь? В курсе за пакеты? А что с ними? Ну, что больше целлофан не дают. Да, давно? Ну, где-то за месяц до Нового года. Я тоже делал про это видос короткий. Там утилитарная программа какая-то вступила в силу. И вот этот пакет ты его покупаешь за 10 центов бумажный. Его можно вернуть куда-то там на переработку и тебе вернут 10 центов. А ручки рвутся только так. Ну, я хотел всех познакомить с Романом. Это Роман. Очень приятно. Слушай, я очень стесняюсь. Ты устал, ты не хочу. У меня не стесняется на видео, а тут стесняется. А у тебя есть на видео, да? Да есть, конечно. У тебя есть на видео, Роман. Ну, вот Роман, познакомились с Романом тоже. Сейчас пойдем все-таки погуляем. Не будем залипать все время дома. Рубил. Народ, вы смотрите это видео, и оно выглядит по-другому. Потому что снимаем на другую камеру. Денис решил выступить в качестве оператора. Мы идем по этому длинному коридору, прямо к лифту, куда потом поедем и будем тусить. Еееее. Короче, мы идем гулять в какой-то хайкинг. Денис сказал, здесь есть какая-то, как называется, каньон. Какой-то каньон. И мы идем в него за окном LA и Пальмы. Все тихо и спокойно. Кстати, это бассейн. Это бассейн в их апартмент-комплексе. Дениса и Марго и Романа. Потом в бассейне они говорят, что есть какая-то штука, которая там разъедает твою кожу через некоторое время. Денис молчит, а хочет почему-то как это комментировать совершенно. Но раз он молчит, то вероятно, правда такая вещь существует. А мы пойдем на хайкинг. Такое американское слово, которое обозначает хождение по корам. По таким, не знаю, аут-дорс или что-то такое. Я это дело очень люблю. Как в кино, так типа. Я это дело очень люблю. Я вам подошел как ну. Вот помню в 90-е как-то пошел я на хайкинг. Хайкинг в 90-е не тот был. Вот сейчас хайкинг что надо. Да господи, пойдем. Это были суровые 90-е, мы ходили на хайкинг. Пешком? Да, быстрее будет. Нет, нет, все правильно. Вот же, номер один. Слушай, а здесь есть на крышу забраться? Ведь можно? Нет. Ну то есть можно, но там она не приспособлена. Хотя, есть несколько квартир. Есть несколько квартир, у которых как бы балкон выходит на крышу. И там как бы такое патио получается. А, ну вот это было бы круто. Это круто, да. Но это какие-то мега привилегированные квартиры. Вон мы идем, смотри. Смотри. 7-2-2-5. Аккуратнее с номером своего здания. Потому что сумасшедший фонар. Привернусь. Конечно, ведь они не услышали, что ты только что сказал. Что? Они не услышали, что ты только что назвал. Ребята, вот эта вот фраза, мое выражение. Ребята, как же красиво. Вы слышали уже много раз, но я скажу это еще раз. Ребята, как же красиво. Офигеть просто. Такой закат. Блин. Я прям чувствую, ребята, это ЛА. Сегодня днем буквально мы шли, и была прям такая жара, такое пекло. Мы такие все стебались над Денисом, что он идет в толстовке. А сейчас вечер, часов в 6 вечера, и мы идем, и уже прохладненько. Уже иду в толстовке. Чувствую, что мне намного круче, чем этому чуваку без всего, который сейчас позади нас будет. И в штанах как хорошо, что я надел штаны, не шорты, кстати говоря. Денис меня переубеждал, что не надо выдавать штаны. Видите? Но я не надел длинные носки. Я надел короткие носки. Что может оказаться минусом в этой ситуации. Я просто заметил, когда надеваешь короткие носки, такие, знаете, прям следочки, то бывает холодно, потому что сдувает ветер. Минутка молчания, такая минутка внимания. А когда надеваешь длинные такие, заправляешь, то все нормально, ничего не сдувает, очень тепло. Намного теплее, чем в коротких носках. Вот, еще смотрите, у меня вот есть такая штука на коленке, видите? Вот. Это кусочек гудрона я везу с самого Ричмонда. Если вы помните, я там залезал на крышу, чтобы заснять чудесный закат. Вот, и я там, конечно же, вписал свой гудрон, и он очень отстирывается. Эти штуны я стирал уже раза два, наверное. Вот, и он так и остался здесь, как напоминание об этом, об этом буквально правильном, таком, знаете, порыве, когда, ну, серьезно, мы просто забрались на эту крышу, и у меня даже мысли не каких-то промелькнуло, типа, что делать или не делать. Я сразу так, надо на крышу лезть. Мы сюда идем? Угу. Классно. И я прям полез на эту крышу. Вот это прям, знаете, правильный поступок, когда ты не думаешь, не размышляешь, не действуешь. Пацаны тоже снимают. Странно, странно снова быть в Л.А. Опять, то есть, по сути, там в некотором роде то место, с чего все началось, когда я сюда приехал. И вот теперь я снова здесь. И все так по-другому, и в каком-то другом районе. Я хотел доехать до этого, до Американо, к галерии Плаза, что-то там, в общем. Только что Денис меня отговорил. Денис сказал, пойдем лучше сходим на хайкинг. Это такая вещь очень распространенная, популярная и все такое. Я согласен, потому что я люблю ходить вот на природу, где вот прям вот тут небом какие-то горы или что-то такое, вместо того, чтобы снова идти туда, где я уже был, вот от Американо. Денис, на самом деле, сказал еще, что я очень болтлив, и типа я могу вообще идти там, типа снимать постоянно, что-нибудь базарить. Ты не заткнешь же просто человека. Макрасик. Ну могу, могу, да, если надо. Если не в горку идешь, если идешь в горку, то кажется, как будто я, короче, все вообще такой, не могу. Вот, да, могу. Просто я не знаю, насколько все интересно, вот так вот, то, что я буду говорить, если все подряд буду говорить. Я в этом парке бывал уже несколько раз, ну и мне несколько уже видосов отсюда снял. Слушай, а он же недалеко, да, вообще от дома? Да, он очень близко, на самом деле. Это прям один из плюсов наших. Вот эти собачьи блязги тут. Короче, тут всегда торчение собак происходит. Потому что тут можно без поводка с собаками гулять. А, ты опять уже камеру достал? Ну да, вход показать. Я не заметил, что это хитрый. Ну что, ребят, мы дошли до парка, который Денис уже снимал много раз. Здесь классно. Ну прямо вверх пойдем на самый? Минут 25, наверное. А мы с тобой забоялись, что ты будешь вверх? Ну что, медведь прыгнул. Теперь мы забоялись. А мы тут раз таки замолчали, типа, оп, оп. Типа, мы, мы что, мы сами идеально. Мы не по-русски. Ну, мы можем подняться наверх и потом спуститься. Быстро. Короче, пошли. Мне кажется, есть какой-то специальный шанс подурачиться на видео. Потому что, когда я сам записываю, ты переключаешься в специальный режим. Но Денис знает, что специальный режим. Вот. И ты по-другому себя ведешь. А сейчас... Я знаю, что мне можно не беречь мегабайты, которые сейчас записываются. Что, мне кажется, можно об этом даже не думать. Можно думать о батарейке или чем-то еще таком. То есть, все, что записывается, вообще можно не использовать. Оно может вообще не быть нужно. И поэтому можно расслабиться. Знаете что, Дмитрий? Ты это выключил или нет? Нет, не выключил. А, ну правда? Нет, я плохо сказал сейчас. Конечно, плохо сказал. Ну, конечно, я тут стараюсь. А я больше, чем уверен. Ты потом поднимешься на гору, включишь свой GoPro, скажешь, э, в этой горе, вот, и все. И потом все, что это, войдет с экскурсии. Это вот эта вот фраза. Потому что тебе будет влом. Нет, мне скорее будет влом доставать свой GoPro сейчас. Вот. То есть, скорее после этого материала, что я нарежу, либо сделаю. Ух ты, блин, а. Снял говно? Собаку снял бегущую. А говно? А зачем тебе говно? Мне нет, ну просто... Ты хочешь, чтобы я вернулся и снял говно? Это странно. А вы бы хотели снять говно? Ой, есть такой чувак на YouTube, этот говно. Мне иногда нравится у него вступление в странице. Знаешь? Нет. Он где-то жил, типа в Финляндии, или в Швеции, или где-то там. И он начинает свое видео примерно так. Он говорит, привет всем! С вами говно! Да-да, не удивляйтесь, говно! Ну, в общем, в его видео мне нравились только вступления. Вот эти, я смотрел, и прямо они меня веселили. А потом я еще немножко мог смотреть, а потом быстро надоедал. Это к вопросу о говне я говорю. А. А, ты просто... Я думал, ты эти завалы хочешь снять? Нет, завалы зачем? Кому они нужны? Мне не нравятся наши голливудские завалы? Мне не нравятся ваши голливудские завалы. Завали свои завалы. Я сброшу тебя вниз через завал. Какой вниз? Ладно, здесь был бы какой-нибудь карниз. А так, не лепи чебухи. Ха-ха-ха. Чище. Ну-ну, а последняя строчка? Не знаю, слепи себе булку хлеба из муки. Ха-ха-ха. Рот свой заткни, назад поверни, вперед иди. Ха-ха-ха. О-о-о, блин, ребята, мозги плавятся от всего этого путешествия уже. Все спрессовано вот так вот в одну такую штучечку прям так в пластиночку засунутая. Блин, чувак, ну круто же вообще. Как же тут? О-о-о-о. О-о-о. Да он грязный все-таки, реально город-то вообще. Такой смог стоит. Что странно, зелени вроде очень много. Да только зелень не спасает, мне кажется. Если бы ее не было, был бы вообще капец. Проблема в том, что она типа в низине находится, и поэтому ничего никуда не вылетает, сколько я знаю. Нам туда. Да, подожди, мне нужно заинстаграммить все это дело. Во, да. Всех не ждал, на что я снимаю. Ребята, я снимаю вот этот телефон. Этот телефон, видите, Samsung, Google. Какая-то модель, я не знаю. О, у меня лицо на весь экран. Вот. Ну так, конечно, так себе. Это стоки для потоков воды. Почему они закинуты такими штуками вокруг? Чтобы не занесло, наверное, ветоши всякой, как и мне, которая сверху течет. Заценил папку? Какая-то слишком, слишком рыхлая, кажется, такая прямо так волнами переливалась, когда она спускалась. Муганича сейчас так улыбалась, как будто она поняла, что я сказал. Вообще, ребята, очень странное ощущение, потому что сейчас Денис снимает, странно, когда тебя кто-то другой снимает, а не когда ты сам это делаешь. Воу, воу, воу. А вот там, короче, где мы были, да, она тебе рассказала, в Фениксе, на гору мы поднимались. Там таких ступенек не было, то есть там лыжники лежали, прям под ним поднимаешься, а не по ступенькам. Черт, круто. Да, высота ступеньки. Чтобы камера не тряслась. На самом деле, я заебался. Еще потом, я разбирался на эту гору в Фениксе, а сегодня я уже разбираюсь на другую гору в Лос-Анджелесе. Но разве это не круто, ребята? Как же это круто? Вот так вот, ду-ду-ду. Все здесь, за решетка такая. Да, поставили не так давно. Но там, видишь, что-то выращивают, растительную систему провели. Возможно, это как часть владения к чьей-то. На входе прям была табличка типа аккуратно, змеи и эти, и львы. Почему такой звук издается на нее? Как будто ее насосы встроены куда-то. Что-то делать. Глядно, как будто как робок-пост. Знаешь, такое? Я подумал, это змея. Тут вообще такой кадр просто. Надо сфоткать замочки. А вот робок-пост женщина стоит. Побежит, если кто-нибудь, или пойдет, выслушится. Пойдем поближе. О, Голливуд. Сайн. Который ничего особенного уже не вызывает, да? Угу. При слове Талахаси я сразу вспоминаю персонажей из фильма Зомби Лэнд. Талахаси. А там, да? Вы так звали? Ну да, там был. Я понял, который Твинкист искал все. Да-да-да. Талахаси, да. Классный фильм. Хороший. Я тему зомби не люблю. Зомби понравился. Почему ты не любишь тему зомби? Детские страхи? Нет, нет. Просто это как-то она надоела уже. То есть по факту, мне кажется, она частично, ну, по крайней мере, в видеоиграх она частично началась из-за того, что такое проще пропихнуть в плане рейтинга. То есть когда ты убиваешь людей, это один-другой жестокости. Когда ты убиваешь людей, которые по-другому ходят и как будто бы они уже мертвы, то это как бы нормально и ничего там такого нет. Почему в кино эта тема появилась? Думаю, по той же причине. Это официальное такое оправдание жестокости. То есть если ты в фильме жестоко убиваешь просто людей, как какого-нибудь убить Билла и вообще какого-то Тарантино почти во всех его фильмах, то это как бы будет слишком жестоко. А если ты мочишь просто в кровь каких-то зомби, которые типа просто люди, но не люди, то это считается нормальным. Вот. Начинается с этого, что это как бы подмена такая, и заканчивая тем, что просто уже много всего стало против зомби, и они уже стали... И потому что всегда эта тема, она немножко связана со страхами. В том плане, что с этим пуганием, с... как называется... хоррор. Вот. Я не люблю хорроры. Они почему-то такие чуваки из-за углов выскакивали и пугали меня. Ни в играх, ни в фильмах. А это постоянно делают. И они уже достали, короче. И все... Надоело. Вот такая причина. Надо сюда до лавки. Круто. Вообще уже жуткий. Вау. Выпить? Угу. я не заметил такие будут уникальные кадры дмитрий дмитрий в естественной среде обитания спокойный не знающий о том что его снимают тайно итак я покидаю лос-анджелес и где-то часов 7 буду в сан-хосе понятия не имею что получится из лос-анджелеса из тех видео которые мы здесь сняли потому что половину снимал я половину снимал денис на чушь несу ребят ладно эй спасибо за просмотр нажимайте красную кнопку подписаться чтобы увидеть новые серии лайки и дизлайки вдохновляют не забывайте о них оставляйте комментарии внизу и делитесь этим видео с вашими друзьями если она вам понравилась до встречи и мы идем прямо вон туда во вход и сейчас пройдем до конца все это будет такая красота я надеюсь вам хоть чуть-чуть видно ребята в этой темноте это луна боже как красиво